Привет, дорогие друзья! Всегда хочется делиться с вами прекрасными роликами, которые поднимают настроение и греют сердце и душу. К нам часто обращаются люди за помощью, несут больных птиц. Бывает так, что птицы умирают прямо у нас на руках, потому что на момент, когда их принесли, от птиц уже почти ничего не осталось. Конечно, о таких птицах мы не делаем сюжеты, а стараемся первым делом спасти их. В этот раз я хочу сделать исключение и показать вам небольшой видеосюжет о вороне. Нет, не этой вороне. У этой вороны всё прекрасно, как обычно. О маленькой вороне, которая ещё совсем небольшая, но уже многое пережила. Спасла ворону добрая девушка Наталья. Насколько я знаю, птица была отобрана у собак. И после чего птичка была передана передержку Татьяне и её мужу, который заботится о вороне. Но, знаете, вот сделали и веточку, и эту самую планочку, перекладинку. Набили штучку резиновую. Рыжегудик! И, значит, ей так стало удобнее сидеть. Она обе лапки под себя и сидит спокойно. Как вы её называете? Боня. А у вас вот такая приученная. Вы её с детства что-то есть? С такого же возраста. С такого же капли у нас, да. Сами-то ничего. У нас опыта нет такого. Как собакам, как этим, как собакам, как кошкам. И кошкам никогда своими не стригли. Не стригли? Нет. Ну, это не все стригли, мы тоже не стрижем. Птицам стрижем? Этим не стрижем. Не нравится она по... Ну, и там нету. Видите, я... Вы знаете, была один раз кровь. Лопнула, куда пошла? Да, мы ей обработали перекисью. Что-то я не... Ну, там шишка такая узлоб, как сказать, волдырный волдырный. Да вот она волдырная больше. Я поэтому переживала. Большое, большая была. А сейчас у него рынкается с увиденностью. Сухие уши. Мозоль мне вообще не нравится. Я не ветврач, я не имею права диагноза ставить ключевую. Но, по крайней мере, вот тут уже видно, что что-то... Блин, ворона, ворона. Бойся. Так, это я мелкий взял, да? Да, вроде маленький. Наверное, рыжий он лежит. Такой толстый рыжий. 8 кг. Что он ест? Он все ест. Всеядный. Он тоже с завода. 11-й год у нас. Они же все животные чувствуют добро. Они чувствуют, когда вот их спасаешь. Мы тоже спасаем. Они потом... Мы взяли кота пристроить вроде. Так ему так хорошо у нас. Какие ему новые хозяева? Они чувствуют тепло. Ну, и сразу стоятся на шею, конечно. Все они уже... На первые разы, когда когти стригли, очень боялся. Потому что вот это... Что кровь пойдет. Ну, там на самом деле не страшно отрезать. Ну, как, знаете, говорят, лучше отрезать меньше, чем больше. Если где в каком-то пальце не уверен, лучше оставить, потом посветить хорошо. Мне кажется, она соседей ненавидит. Да. Ну, она от того, что она... Понимаете, она привыкла. И почему она каркивает? Она внимания требует. Она как собака. То есть там, там. Подойди, почеши, иначе буду каркивать. Подойди, дай покушать. И общение требуется. И общение, да. Они же высокоинтеллектуальные, конечно. Почему она не разговаривает? А потому что стресс у нее не привыкла. Она есть и привыкла, конечно. Я поэтому спросил, она как у вас? Тихо, не тихо? Они все такие поначалу. Свой характер скрывают. Ой, прямо все. Какая нормально. Прямо как кошечка. Да нет, нет. Она сейчас не балдеет. Я говорил, что это у нее стресс идет. Они и так нет. Они балдеют по-другому. Закатывают глаза, как кошки-собаки. Боня, Боня, прости, что мы тебя мочим. В общем, с мозолью будем разбираться, конечно. Ну, и искать хозяина нового. Мне бы, скажи, в какой-нибудь именно птичий приют. Птичий приют. Чтобы понимали. Как своим собратьям. Такого же возраста. Идеально было. Полугодовалка. Хорошая ворона. Вот так вот, скажу. Да, Боня. Благодаря Татьяне и Виталию. Вот такая ворона пока что обрела временный дом. Но я очень надеюсь, что скоро найдем новых хозяев. Может, с каплей будешь жить, а? Я говорю, минус вот этих, которые с человеком живут, что к другим воронам не привыкают. Они просто не понимают. Они каркать уже не умеют нормально. Они думают, что как вот, смотрят на вас, и как будто вы это ее друг ворона. А садишь такую, думаешь, а что это такое? Может, это еда? Хочу немного поведать, как работает местная государственная ветклиника города Мурманска. Я бы, в принципе, не стал бы здесь этого говорить, если бы не произошло одно но. Птице нужен был срочный осмотр. Врачом позвонили в эту клинику. Нам сказали, конечно, приезжайте, мы вас ждем. Приезжаем, показываю птицу. Разъясняю, что с ней случилось. Девушка смотрит на меня вот такими глазами. Молодой человек, а вы знаете, что птицы – это разносчики заболеваний? Ну, вот, в принципе, я так понимаю, там что-то уже изнообразовалось, что-то вот. Можно ли с этим что-то? Я так понимаю, то же самое. Они даже не закостенелые, но вот, вот, потрогайте, сейчас я только ее... Я отвечаю. Девушка, мы звонили в вашу клинику, нам ответили, что в вашей клинике занимаются всеми животными, включая птиц. Ну и второе, я излагаю, что птице нужна помощь, что у нее больные лапы, вместо этого нас посылают, потому что якобы птицы все переношки заболеваний, там, аааа, там, наверное, перекрестилось много раз и волосы у нее посидели. Еще раз говорю, я бы не затрагивал эту тему, если бы мы просто не потратили свое время, а ждать приходилось в очереди тоже очень много. Благо, в нашем городе есть частная ветклиника, в которую мы сразу же поехали. И нас приняли высоквалифицированный ветврач, осмотрела птицу, назначила курс антибиотиков, специальную мазь и птица в данный момент проходит лечение. Боня, вот наша ворона Боня, совсем еще малышка. С каплей они переговариваются, капля из своей клетки, Боня из своей. Несмотря на проблему с лапой, Боня умеет радоваться жизни. С радостью поедает яблочки, мясо. Что сказать, озорной ребенок. Видите, совсем малышка еще. Пока ворона Боня находится в младенческом возрасте, может быть, кто-то хочет ее приютить? Если есть желающие, пожалуйста, напишите в личку. С радостью отвечу на все ваши вопросы. Ну что ж, дорогие друзья, да что ж ты все время чешешься? Если вам понравился такой формат видео, обязательно напишите это. Конечно, в приоритете мы всегда будем ухаживать за животными, помогать им. Если будет время, застимим. Если нет, нет. Ну, дело такое. Берегите здоровье, помогайте животным. И пусть у вас все будет хорошо. Будьте здоровы. Пока!